Свободы сеятель пустынный. Я вышел рано, до звезды, Рукою чистой и безвинной, В порабощенные бразды Бросал живительное семя. Но потерял я только время, Благие мысли и труды. Спаситесь, мирные народы, Вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды. Ермо с гремушками, да бич. Крайний залитый на ютуб ролик с участием Дэвида Айка. Носящий на мордник с колен не встанет. Продержался сутки. Ютуб этот ролик удалил, как недопустимый контент, Ибо правда в наше время считается недопустимой. А самый лучший раб, это тот, который не знает, что он раб. Ссылки на заблокированный ролик и на два других, Ранее удаленных с первого моего авторского канала, Есть в описании под роликом. Нажимайте кнопку еще. Так что добавляйтесь ко мне в друзья вконтакте, В одноклассниках, Подписывайтесь на телеграм-канал, Кому где удобней, Дабы не потерять связь, Если канал Ковыбель души на ютуб заблокируют. Что уже один раз было год назад. И делитесь ссылкой на удаленный ролик в социальных сетях со своими близкими. Каждый заблокированный канал, Это индикатор того, Что мы с вами на правильном пути развития. Я правильно иду. Кто в направлении? Если идешь, уже правильно. Неправильно стоять и никуда не идти. Все, кто идут, непременно придут куда нужно. Некоторым подписчикам не приходят уведомления о новых видео с каналов, На которые они подписаны. И это проверено не только мной, А также ютуб нагло снимает подписки с каналов, Не говоря уже об отматывании счетчиков просмотров видеороликов в обратную сторону. Поэтому настоятельно рекомендую провести вот такую простейшую манипуляцию. Отписаться, подписаться. И сделайте это со всеми своими подписками, которые вам дороги. Заметили, что мне пришлось дважды нажать колокольчик уведомления у Валеры Крымского? Покажу еще раз. Существуют даже такие простейшие алгоритмы, рассчитанные на невнимательность, Которые вынуждают нажимать кнопку уведомления дважды. Кажется, я понимаю. Это называется информационная война? Не совсем так. Любая война всегда и только информационная. Но война на умах и сердцах невидима. Поэтому стреляют пушки, свистят пули. Чтобы люди точно знали, что идет война. На самом деле оружие в войне вовсе не нужно. Сражения идут при помощи смыслов. Теперь для многих судьбоносное решение. Россиянам разрешили быть эльфами и гоблинами. Росстат устал бороться с теми, кто называется так во время переписи населения. Но если человек так чувствует себя, почему нет? Решили до таких людей. Не допытываться в ведомстве. Рассказали, что в прошлом году шутников было 1024. 1024 эльфа и гоблина на страну. Это не так уж и много, друзья. Их ученик в статистике. Нам это подают как анекдот под соусом. Но далее я скажу очень серьезные вещи. Нам система по вселенскому кону предоставляет возможность на самоидентификацию и волю изъявления. Во время переписи пиши, к примеру, «Аз есмь человек, которому принадлежат все недра моей земли по праву моего рождения. И я и есть ваша власть, а вы всего лишь исполнители этой власти, то есть исполнители моей воли». У каждого человека в колонии РФ в грядущем есть уникальная возможность, не выходя из клетки, написать пером, что после не вырубишь топором. А главное, сначала это осознать и вознамериться. И этого уже достаточно. Но написав на официальной бумаге... Всероссийская перепись, напомним, пройдет в апреле следующего года, но в некоторых труднодоступных регионах информацию начнут собирать уже с октября. Поэтому... Но все равно есть время подумать, чтобы определиться, кто вы. Эльф или гоблин? Или может быть кто-то еще? Может быть хоббит? Какие есть еще варианты? Что ты помнишь? Я... достаточно. Вы считаете, больше людей должны отказаться делать это, поскольку иначе. Как нам хоть что-то изменить? Это не можете быть только вы. Позвольте дать вам очень хороший пример, о чем я говорю. Если... Если что-то делает один человек, они могут забрать его. Выдернуть его. Они могут сделать это со мной. Я ожидаю этого. Но... Если это сделают очень большое число людей вместе, вы увидите, у кого реальная власть. Совсем не у людей в правительстве и психопатов за их спиной. Если каждый из проснувшихся разбудит хотя бы одного близкого возле себя, то нас станет в два раза больше. И когда критическая масса осознанных индивидов перевысит массу стада из эльфов и гоблинов, шагающих на убой, то система развалится сама, как карточный домик. Как же быть? Ответ очевиден. Утвердить белый флаг в качестве государственного и жить припевающе. Консолидироваться можно и вдвоем, и по вечерам, и на костылях. Вопрос в другом. Наступит ли Новый год? Есть время подумать, чтобы определиться, кто вы. Эльф или гоблин? Или может быть кто-то еще? Может быть хоббит? Мы живем на отцовской земле Внуки с ворога, славные дети И летит на крылатом коне Русско-легкие тысячелетия Мы живем на отцовской земле Наши дети, славянские дети И летит на крылатом коне Русско-легкие тысячелетия И летит на крылатом коне Русско-легкие тысячелетия